Итак, для того, чтобы сделать медитацию, нам нужно понять очень главную вещь, она будет такая сквозная, о том, что мы с вами живем на планете и в солнечной системе второго луча. Второй луч любви и мудрости, он как раз поделен на женскую любовь и мужскую любовь. Женская любовь – это та, которая притягивает к себе и удерживает возле себя. А мужская любовь – это элемент уважения, когда человек, мужчина может быть, когда он пытается увидеть в другом его путь. Это часто видно, как отец ведет себя с сыном. Вот мне известны случаи, когда мальчик, там, в 18 лет, принимает решение идти на войну, воевать. Мать и отец ведут себя по-разному. Мать падает в обморок, сидеют волосы, хватает его за ноги и кричит «только через мой труп». А отец говорит, иди, я буду тобой гордиться. А если тебя убьют, я буду тобой гордиться. Потому что у тебя свой путь, в котором ты должен себя проявить, себя узнать, как мужчину. Нам кажется, диким вот эти два подхода. Но сейчас мы вступаем в эру водолея, когда эти два подхода друг с другом больше дружат и сливаются. Вот на этой картинке в арабской пустыне забил источник воды. Это обыкновенная вода, не химическая. Обыкновенная вода. И одновременно из неё исходит огонь. Это обыкновенный огонь. Это не газ, какой-то там пропан, ничего. Просто вот течёт вода, и из неё идёт огонь. Это очень странное явление. Вот так вот смотришь на картинке, вроде ничего. Но ведь это же чудо, как это может быть? Вот это нас сейчас, Творец, учит тому, что это две вещи. Нам кажется, что они разделены. Но в самом деле они связаны со вторым лучом любви и мудрости. И это один поток. И нам об этом говорят веды. И мы видим, что женская сторона матери мира холодная, вода. А мужская – это огонь, чистый огонь. Это то, о чём мы сегодня говорили. И вместе они представляют из себя единый путь. Не борьбу, а именно единый путь любви и уважения. Итак, давайте сегодня используем второй раз буддийскую технику Танглен. Следующий у нас будет вебинар. Мы возьмём другую технику, тихоокеанскую. А сегодня будем продолжать работать с техникой Танглен. Здесь вот на фотографии буддийский монастырь высоко на скале. И тоже с большими претензиями на то, что все, кто сюда приходит, должны сначала разобраться со своими родителями и со своими близкими. Им предлагается буддийская техника Танглен, одна из древнейших. Итак, начинаем сейчас представлять человека, с кем вы хотите работать. Продолжение следует...